Слушайте, я хотела бы, на самом деле, уточнить по этим электронным повесткам, потому что про них много предупреждали и много обсуждали, потому что они вызывают опасения. Они же должны поступать электронно в кабинет на госуслугах, и считается, что через 7 дней после этого они уже вручены, неважно, видели вы их или нет. И там куча всяких ограничений сразу наступает, а именно запрет на получение прав, запрет на выезд. Вот что сейчас на практике с ними происходит? Значит, смотрите, поехали по пунктам. Во-первых, как показала, опять же, та самая практика, вручать повестки электронные через госуслуги – это не очень вариант. На госуслугах нет такой опции рассылать подобные штуки. Ну да, например, наверное, те, кто когда-нибудь пользовались всеми этими сервисами, знают, что да, ты получаешь оповещение, например, об уплате налогов на госуслугах, но платишь ты эти налоги, и вообще всё, что связано с налогами, происходит не на госуслугах, а на другом стороннем сайте, просто окулированном с ними. И ты получаешь просто оповещение об этом на госуслугах. Ровно то же самое по логике вещей должно было происходить с повестками. В случае с москвичами, например, всё достаточно просто. Почему в Москве это и ввели ещё весной, и это работает во всём. У них есть сервис Мосру, через который, соответственно, москвичи могут делать всё, что угодно, в том числе получать электронные повестки. Что касается жителей остальных регионов, здесь главная интрига как раз была в том, а где они будут получать эти повестки, через какой сервис. Такого сервиса для них не существовало. У них нет своего Мосру. Даже в Петербурге нет подобного сервиса. Его давно обещали, давно пытались сделать, так и не сделали. Поэтому, собственно, судя по всему, всё кончилось как обычно. В прочном порядке, возможно, за очень большие деньги. Это вопрос журналистам-расследователям. Состряпали некую непонятную штуку под названием «Реестр повесток». И даже его открыли? Туда можно ввести? Да, было. Можно. Здесь маленькое уточнение. Потому что через несколько дней тестовой работы выяснилось, что это небезопасный сайт, который непонятно, чего делать с данными пользователями. Во-первых. Во-вторых, что этот сайт явно совершенно собирается рассылать не только повестки, но и огромное количество какого-то бессмысленного спама. Типа, добро пожаловать, спасибо, что зарегистрировались, извините за задержку, у вас есть такая отсрочка, ещё такая отсрочка, а ваш военкомат находится здесь. В общем, заваливает его огромным количеством бумаги. Но главная проблема этого сайта заключается, на самом деле, в его названии. Реестр повесток. В одно слово. Напомню, что реестр военнообязанных и электронные повестки — это вообще две разные вещи, никак друг с другом не связаны. Электронные повестки — это такое новшество, благодаря которому людям не надо рассылать влажные типы повесток. Экономят бумагу. Абсолютно точно. Но на деле просто экономят время и силы сотрудников военкомата. Потому что теперь повестку не надо вручать лично в руки, не надо ждать, когда её подписывают. Можно её просто забросить на госуплуги, и она будет считаться в руки. Вот как удобно. Единый реестр военнообязанных — это свод всех молодых людей от 18 до 30 лет со всеми данными об их отношениях с военкоматом. Это гигантская цедула, как вы, наверное, представляете себя. Должна быть расширена между всеми мыслимыми ведомствами Российской Федерации. В ФСБ Росфин мониторен все банки, потому что в том числе нельзя брать кредиты, если ты уклоняешься от повесток. И так далее и тому подобное. Вплоть до ГИБДД и каких-то ЖЭК. И этой цедулы делать ну не могут никак. Они тужатся, пыжатся, обещают. Шойгу клялся на крови, что она заработает к ноябрю. Я заработала. Иван, это же хорошо. Это хорошо, но с одной стороны. С другой стороны, во-первых, на этом сайте реестр повесток, его название само по себе, служит одной единственной целью – создать у пользователя абсолютно ложное представление о том, что если он получил поездку, он в реестре. Все. Тебе конец. Ты под колпаком у Мюллера. Тебе уже нельзя ни кредиты брать, ни ИП открывать, ни машину водить, ни на улицу выходить, ни в насыпку вариации, ни в аптеке лекарства покупать. Но это не так. Подождите, Иван, это не так. Да, естественно, это не так. Естественно. Для того, чтобы это заработало в полную силу, нужно, чтобы был реестр. Как вам, может, банк не выдать? Нужно для этого, чтобы банк хотя бы узнал, что вы страшный, злостный уклонист. Чтобы он об этом узнал, нужно, чтобы заработал реестр. По логике вещей все работает, никому ничего нельзя. Но на деле нет никаких ресурсов для того, чтобы обеспечивать эти запреты. Иван, давайте тогда уточним. Все-таки реестр повесток и единый реестр призывников – это разные вещи? Абсолютно. Никакого реестра повесток, более того, нет и быть не может. Есть база электронных повесток, сервис рассылки электронных повесток. Никакого реестра здесь не существует и существовать не может. Реестр повесток, который в таком случае должен быть... Да. Да. В таком случае вот этот вот реестр призывников, он по закону должен заработать с 1 ноября. Вот как тебе кажется, он заработает все-таки или нет? Нет, он не заработает, и об этом уже официально объявлено еще в понедельник. Путин подписал указ об увеличении, соответственно, числа призывников на 3 тысячи человек. И одновременно Минцифры и Минобороны внезапно форума объявили о том, что запуск приезда перенесен на 1 января 2025 года. Здесь должна, видимо, запускаться вот эта вот музыка директор от Роберта Уэйн. Иван, возвращаясь к призыву, последние призывы, последние два, по крайней мере, я смотрела, сопровождались облавами на молодых людей. Ожидается то же самое? Собственно, не просто ожидается. Как правило, эти облавы бегут впереди паровоза. Они начинаются до призыва, потому что занимается облавами полиция, на полицию оказывают давление, их всячески, видимо, готовят, их вызывают на ковер, на них ругаются, и поэтому они быстренько ставят под ружье всех, кого можно поставить под ружье, и начинают облавы, в общем, в превентивном порядке, до того, как начался еще призыв. В Петербурге еще на прошлой неделе была облава во время пятничной молитвы в мечети. Ну, это такая суперклассика, да, потому что это безумно удобно. Ты приходишь в большое помещение, где сидит несколько тысяч человек, из этих нескольких тысяч как минимум там человек 500 военнообязанных. Боже мой, это же прелесть. Это еще и самая большая соборная мечеть России, если мне не изменяет память. Ну, в европейской части России уж точно. Ну вот, осенний призыв начался, ты говоришь, что облавы начались еще до осеннего призыва. В связи с этим к вам число обращений увеличилось? Да, конечно. Более того, пока мы с большим скрипом справляемся, мы перед призывом, превентивно понимая, что нас ждет, понимая, что происходит вокруг, срочно стали искать и набирать новых волонтеров, потому что у нас просто рук не хватало. Ну, вчера это был завал. Мы с большим скрипом справлялись, было по 500 обращений на линии висело, и ребята-волонтеры просто героически это все разгребали. Не очень понимаю в очередной раз, как они с этим справлялись. Огромное им за это спасибо, настоящие герои, как обычно. Иван, а у вас есть обращения как от призывников, так и от тех, кто воюет. Вот после прорыва ВСУ в Курской области таких запросов от тех, кто уже в зоне боевых действий, стало больше или меньше? Вы таки будете смеяться, но после прорыва в Курской области стало сильно больше обращений от призывников, потому что Путин подписал указ, если помнить, о введении режима КТО, контртеррористической операции в Курской области. И согласно этому режиму, туда можно отправлять призывников. В смысле срочников. Да, потому что это не зона боевых действий, а это именно контртеррористическая операция. И территория России. И, естественно, это привело к абсолютной самой настоящей панике во всей стране. Потому что родственники, родные, близкие ребят, которые служат, они вообще говоря, посидели в этот момент, потому что они поняли, что сейчас их ребенка отправят на войну. А он к этому не был готов. И никто этого им не обещал, и никто не готовил их к этому. И, в общем, по сей день ужас перед срочной службой, я бы сказал, что Курск вообще перевернул на 180 градусов отношение к ней. Десять лет полоскали мозги, примерно со времен, больше десяти лет даже, наверное, со времен дела, если помните, громкого рядового Сычева, которое было еще в совсем незапамятные времена, срочную службу всегда преподносилось как нечто молодежное, прекрасное, безопасное, короткое. Всего на год, да. Всего на год, никакой дедовщины не успеем. Никакой дедовщины не будет. Ты просто посидишь и вернешься, и все будет нормально. А теперь срочная служба обратно стала восприниматься, вообще говоря, как отличный способ умереть. И это сильно изменило отношение к ним, и, конечно, у людей сильно изменились приоритеты. Они понимают, что и на срочку лучше не попадать. Да, сейчас же очень легко перейти из категории солдата срочной службы в категорию контрактника, опять же, в соответствии с новыми принятыми законами. Вот у вас есть статистика или хотя бы примерное понимание, как часто это происходит, как часто уговаривают или угрожают срочникам, чтобы они стали контрактниками? Я бы сказал, что это очень больная тема, потому что срочник, оказавшись на срочной службе, ну, у него, я бы сказал, нет вариантов избежать подписания контракта. Помимо того, что есть там прямые какие-то вещи, очень простые, когда ему говорят, слушай, ну что ты контракт не подписываешь? Тебе же деньги дадут. Правильно? И вон, ты можешь пойти чипсы, Кока-Колу купить, у тебя родители, у родителей на шее не надо сидеть. Иди, развлекайся, радуйся, просто контракт пиши. Все подписали, и ты давай подписывай. С другой стороны, существует подлог, когда им говорят, и мы с этим много раз сталкивались во время Курска, когда предлагали либо срочную службу и отправку в Курск, либо контракт и отправку на какой-нибудь Челябинский танковый полигон, сторожить старые ржавые железяки. Или наоборот. Но получается-то, что что ты подпишешь контракт, что ты не подпишешь, ты можешь оказаться в зоне боевых действий. Да, потому что дальше тебя никто не будет спрашивать. О чем разговор? Ты можешь без контракта оказаться в Курске, Белгороде, Брянске, Крыму, где угодно. Ты можешь с контрактом оказаться в Луганской Народной Республике, Херсоне, под Херсон, вернее, или под Запорожьем, или опять же в Диумбун. Или на Запорожской АЭС, да. И разница, на самом деле, нулевая. Ну, то есть, это большой вопрос, где сейчас опаснее? В Курске или в какой-нибудь ЛДНР? Иван, я хочу еще спросить про мобилизацию, за которой вы тоже следите. Блумберг в середине августа на фоне как раз прорыва ВСУ в Курской области писал, что российские власти вынуждены будут провести мобилизацию, вторую волну, потому что не хватает личного состава. Вы ожидаете этого? Ну, смотрите, во-первых, ну тут не надо быть Блумбергом, чтобы это понимать. Мы видели Курск, Путин привлек срочников к отражению нападения на территорию Российской Федерации. Это что вообще, если не свидетельство проблемы с численностью армии? Путин подписал указ третий раз за время войны об увеличении этой самой численности. Каждый новый призыв, он хоть на эти три тысячи увеличивает число срочников, которых хочет Министерство обороны. Но это все свидетельство проблем, с которыми пытаются справляться. Сейчас с ними справляются силами заключенных, людей, которые сидят в СИЗО под следствием, людей, у которых серьезные проблемы с законом, у которых предположена условка или непогашенная судимость, или которые в розыске, людей, у которых серьезные проблемы с деньгами, кредиты, нищета и так далее и тому подобное, людей, которым предлагают работу, а на самом деле отправляют в шторм, тоже распространенная практика. Вот это вот гибридная история. Поэтому мы каждый раз говорим одно и то же на вопрос, будет ли новая мобилизация. Эта мобилизация так же, как эта война. Эта война продолжалась до определенного момента вот в таком гибридном, каком-то ползучем силами каких-то посторонних людей, прокси тех самых войск, всяких ЧВК-Вагнер и ополченцев. Потом в какой-то момент что-то перевернулось, и эта война стала открытой. Ровно то же самое будет с мобилизацией. И на самом... Это во-первых. Во-вторых, опять повторю то, что я говорю всегда. На самом деле, на сегодняшний день для того, чтобы мы могли говорить о том, что всё, началась новая волна мобилизации, напомню, мобилизация идёт, её никто не останавливал, она продолжается. на словах Путина, Шойгу, Белоусова и всяких разных других людей, да, она закончилась. На деле она продолжается, и конца и края ей не видно. И никто явно не собирается её. Единственное, чего не хватает нынешней ситуации для того, чтобы была мобилизация, ну, во-первых, красивое видеообращение Путина по телевизору, во-вторых, того, чтобы люди стали получать повестки не для уточнения данных, не опредите в военкомат, пожалуйста, нам тут одну вещь у вас спросить надо. А буквально мобилизация, пожалуйста, приходите в военкомат завтра в такое-то время с вещами. Вот это единственное, чего на самом деле не хватает нынешней ситуации для того, чтобы мы это надавали частичной мобилизацией. Это может предойти вообще в любой момент.